Друзья, ну а пока мы занимаемся ултаймерами, а вы наверняка хотите, давно хотите приобрести себе новый автомобиль, лучше всего это сделать через сервис автоспот.ру. Вы просто переходите по ссылкам в описании, выбирайте нужную вам комплектацию, выбирайте самую выгодную цену, потому что на сайте автоспот.ру собраны только самые вкусные предложения от всех официальных дилеров Москвы и Санкт-Петербурга. Переходите, выбирайте автомобиль, который будет приносить вам радость. Шеф просто так смотреть в камеру не будет. Кроме того, у сайта автоспот.ру появился канал на YouTube, где замечательные ведущие расскажут вам о всех новых автомобилях. Автомобилях Volvo, Mercedes, BMW. Просто переходите, подписывайтесь на их канал и посмотрите, как же все-таки изнутри и на дороге ведут себя новые автомобили. И именно их вы можете купить с максимальной скидкой на сайте автоспот.ру. Все ссылки в описании. А мы пойдем займемся Волгарем. Ну и прочими алтаймерами. Шеф с нами. В общем, рано или поздно, как всегда, наступает утро. Мы проснулись, доехали до офиса. Слушаем Владимира Высоцкого, дядя Володя. Привет. И как бы выбираем автомобили редкой марки EMV. Не BMW, а EMV. Да, да. Кто в этой теме шарит, даже может что-то по этому поводу сказать. Конечно. Мы зашли на супермодный английский сайт. Я там где-то зелененькую виду, такой красивый. Classic Trader. Вот она. Вот она, да. Так, ну-ка, ну-ка. ДАС, АУТО. Тут прайс не указан, да? Тут написано, что если хочешь купить, то позвони. Мы тебе скажем, сколько мы с тебя... Хотим евро. Да. А, причем, смотри, у него еще аккумулятор 6-вольтовый. Да, да, да. Такая игруха. Два карбюратора. Окей. Что дальше? Это вид In the Popin. Причем, видишь, EMV, да, вот эта эмблема. Да, вот эти автомобили еще сделаны, так сказать, при помощи финансирования маршала Жукова. Как это ни парадоксально. Так, а дальше. О, вот здесь. Вот здесь. Шарит Астин. А, то есть она 52-го года, кстати, Deutsche Demokratische Republik, то есть Гедерер. Так. И штамп 58-го года, 14-го мая, который говорит о том, что ее в 58-м уже сняли с учета. Ты что, она получается, простояла все это время? Слушай, ну, может быть, ну, видишь, как бы, все-все-все, все орига. Все орига. Ключи. Да. Все вот эта вот история. Да. Натюрлих. Ну, не видно, что делались, хотя... Ну, сиденья вроде орига. Кстати, да, может быть. А еще фотки, нет? Радио. Скляр уже играет. А, смотри, со спломбочкой. Да, это, видимо, пломба сколько? 7 тысяч. 7 тысяч пробега. Сумасойте. Вещь старинная. Ну, что думаешь, как такое может стоить? Сколько такое может стоить? Цена немалая. Слушай, ну, синюю мы сейчас смотрели, сколько она. Синяя, сейчас давай вернемся на... Синяя, вот она, 53-го года, но это фунтов, да? Да, 132 фунтов, это что, 150 еврончиков получится. 150 тысяч евро в автомобиль. Нормальная тема, да? Ага. Так, ну что, берем? Да, да, сейчас полы помоем. Не берем. 150 тысяч евро. ЕМВ. БМВ, которая сделана на территории ГДР по приказу маршала Жухова. Автозавод был. Ну, я думаю, что те, кто нас смотрит, знают, о чем идет речь. Однозначно. А что такое Битлз Плац? Ну, вернее, я понимаю, что это такое, а почему оно вот так? Такое есть? Кого такое есть? Битлз Плац. Ну, Битлы-то карьеру начинали в Гамбурге. И в Гамбурге до сих пор есть, да, местечко, которое вот так называется. Типа, площадь Битлов. А, ну ладно. Дио. Подожди, они не с Англии уже начали? Нет, ну, Литропульцы, ребята, тудой-сюдой. Но, типа, карьера, более-менее такая коммерческая, началась вот как раз в Германии, в Гамбурге. И там до сих пор есть этот клуб, где они выступали. Где всякие... Там даже памятник стоит какой-то непонятный. Так что это вот табличка из Гамбурга, где Битлы начинали. Курьеру. Мне кажется, и ты очень хорошо будешь смотреться на кофте и на Болгаре. С вот этим вместе? Ну, почему бы нет? Пожалуйста, да. Пойдемте заведем. Да, пойдем, пойдем, пойдем. Го. Бабоньки тут в айфонах сидят, все понятно. Никакого креатива. Как всегда. Как всегда, да, 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 да. Не, ну, вчера, конечно, вчера, конечно, было хорошо с московской столичной. Так. Добрых дней. Пожалуйста, рассказывайте ваши ощущения. Мои ощущения знакомы, как я уже с самого начала, когда только ее увидел. Главное, газульки сейчас пожмякать, она стояла, как бы, чтобы сразу, ну, накачать топливо. Сейчас будем жмякать, сейчас будем качать. Воспоминания какие? Ну, во-первых, этот запах, наверное, я думаю, знакомый к каждому. Запах, да, советского автомобиля, да, да, да. Не, ну, это офигенно, это же ностальгия. Ну, и что, и вообще все, все знакомое с детства. Вот отца, например, на такой забирали. Он тогда у меня был замом пищи торга Павлодарской области. А потом уже был самим директором пищи торга. И вот всегда забирали вот на такой вот, на таком вот лугаре. Поэтому, что? Не, ну, Крузов. Я тщатлива. Слушай, мы пока ехали, реально, как бы, очень, очень много народу, все. Вау, Волга, гуд, гуд. Ты четко будешь здесь смотреться, на концерты будешь приезжать на Волгаре, понимаешь? Прикинь, скоро Владимир Кузьмин приезжает. Так. Вот сто процентов было бы реально неплохо, если бы... Что-то сломалось. Мобила улетела, ладно. Кузьмина поехать в аэропорт. На Волгаре. Он выходит, что это такое? Это то, что ты забыл. Да, да, да. Так, ну что, я качаю? Да, 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 пожмякай, старт юнджинс. Это же Волга. Если что, у меня кривой стартер есть. Да, с Богом, пожалуйста. Газульки. Дас-Ауто. Волга, Дас-Ауто. Огонь. Ну, сильно, кстати, ничего не изменилось. Все нормально. Что говоришь? Я хочу сказать, что ей нравится немецкий бензин 95-й по каким-то мистическим причинам. Так она все время кушала, кушала. Что, 78-й, наверное? Ну, сначала 76-й, потом 92-й. 92-й, еще больше. А теперь у нее тут не на запятанное. Теперь, да. Клапана бы только не сгорели. Да, не сгорят. Волгин. Ну, это херня какая-то. Это ты про мою Ауди? Не-не-не, это я про Вольцваген. А, да-да-да. Женские разговоры. Мне кажется, они наши... Ну, что-то о кроссовках трут. Кроссовках? Ну, что, тачка-то прогрелась. Поехали, может? Поехали. Да, поехали. Только давай по дороге заедем в одно место. Я очень хочу в этом месте побывать не в Волгаре. Это будет очень символично. Тебе понравится. Я. Поехали? Девчонки, come on. Фройлайни. Going. Let's go. Давай тогда. Да, мы с тобой что, на Волгаре? Да. Давай мы на Волгаре, а девчонки на Ауди. Девчонки на Ауди? Пожалуйста. Не, ну а что не наоборот? Счастливый человек сегодня? Да, да, да. Я? Или страховка? Я. Страховка. Мы со страховкой. Господа, а какой страховки может идти речь, когда у нас вот такое вот произведение отечественного искусства? Так, задняя? Да, да, да. Здесь урулить вообще просто в миллиард приемов. Я вижу, я вижу, гидравлика работает просто чатик. Тут нет гидравлики. Да это понятно. С механика. Тормоза очень четкие. Я понял. Да, тема огонь вообще. Давай, давай, борьба с человеком автомобиля. Слушай, тренажер на ходить не надо. Ну? Вот. Чувствуется, да? О, да ты, у тебя в крови, Волгарь, ты шарик. О, тю-тю-тю. Слушай. О, я сгорел, тормоза очень хорошие. Волгарь качает. Так, на право. На право. Вот сейчас немцы фигеть будут. Да, да, да. Ты можешь еще на чистом казахском посылать, понимаешь? Да, могу. Если нужно. Тормоза четкие. Я в шоке просто. Там еще целый чемодан запчастей в багажнике с колодками со всей этой историей. Баранка еще такая, понимаешь? Ну, что? Ты видал, что он был? Смарт чуть на красный не поехал. В натуре, просто. Он такого сигнала, наверное, в жизни не слышал. Думал, грузовик, но... Крутяк вообще. Вот так вот, Волгарь по Берлину. 50 километров. Главное, не разгоняться. Вот так вот. Сейчас заедем. А где-то, как смотрят, замечается. Да, да, да. Сейчас заедем в одно место. Будет интересно. Я так, кстати, и не понял, в какое место вы хотели заехать. Вы мне так и передали координаты и все. А место, где встретились две эпохи. ХРГ и ГДФ. Ух ты. Доехали. Слава богу, что набрались. Да, да, да. Привет. Привет. Как дела? Ничего, нормально, нормально. Великая, не побоюсь этого слова, берлинская стена. Леонид Ильич целуется. Знаешь, что самое удивительное? Да. Ведь как тесно переплетены истории. Да, представляешь? Да, да, да. У нас получается за той стеной ФРГ, а мы на территории сейчас ГДР. Да. То есть и Волгария у нас... На правильной стороне. Да, на правильной стороне, на советской территории. Да. Знаешь, что интересно? Вот помнишь, мы же с утра гуглили автомобили ЕМВ? А, типа Саксония, ГДР. Да, 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 да. И кубки. Да. И оказывается, я посвятил какое-то время изучению этого вопроса, после Великой Отечественной войны, когда выросла вот эта вот Великая стена, часть производства BMW оказалась на территории СССР. Ну, да, на территории ГДР. ГДР, да, ну формально. И тогда эта территория была под контролем маршала Жукова. Абсолютно верно. И инженеры BMW лично пришли к маршалу Жукову, дабы он им дал разрешение, денег восстановить завод BMW, который на территории ГДР. Да, но это было в городе Айзенах. Да, совершенно верно. Поэтому город Айзенах и, соответственно, назвали Айзенаха моторенверки. Так же, как байверши моторенверки, они назвали в честь города Айзенах. Да, но русская версия, поскольку вот этот завод BMW существовал на деньги СССР, было создано предприятие, которое называлось Автовела. Абсолютно верно. И вся продукция, сделанная на территории ГДР, да, уже как бы шла на СССР. А ФРГ на Германию, то есть формально при поддержке маршала Жукова автомобили BMW делались какое-то время в СССР, до 50-го года. А потом, когда... В СССР, ну, на кивычках. Ну, да, да, да. Ну, скажем, да в СССР. А потом, когда, значит, ну, все устаканилось после войны, немцы подали в суд и отыграли. Они отсудили эмблему BMW и в ГДР сменили, значит, вот эту вот эмблему, господи, синий цвет на красный. Да. И BMW переименовали на ЕМВ. И, кстати, вот на тех BMW, которые совсем старые, еще где сили, значки ГДР. 52-й и 54-й, как раз были красные значки. Да, это да. А еще раньше, сразу после войны, у них должна быть под надписью BMW прям Афтубельно. Да, да, да. Представляешь? Да. Вот такая вот тема интересная. Так что мы на территории ГДР просто не могли не заехать к Леониду Ильичу, потому что это один из моих самых любимых генсеков. Ну, правда. Он дольше всех продержал все власти, и у него был один из самых шикарных дорогов. Это да. Да. Так что, Леня, привет. Леня, Леня, привет, да. Пожалуй, вокруг Берлинской стены Леня собирает, ну, больше всех. Абсолютно верно. Это самая-самая знаменитая картина, которую здесь кто-то писал. Ну что, Going to Masterskai? Yes, yes, yes. Мастерская, поехали. Поехали, да. Садись. Бабоньки, садитесь, поехали. Да, 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 да. Натюрлик! В общем, заехали заправиться. Да, а тут собратья стоят. Да, 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 банда над Романтов Хлопковых. Да, нифига себе. А, это этот самый, Трабиса Фафари, да, 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 который по Берлину. Да, 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 да. То есть у них тут у каждого висит по громкоговорителю, да? Да, да, да. Сам он. Давай подойдем, посмотрим. Давай. А, они же двухтактные, видишь, и масло. Да, двухтактные. Масло и бензин. Да, да, да. А, один петит и свет, мы с Россией и немецкие. Немецкие, немецкие. Сами, что они там вверх? Да. Да. Сами, они, они, да, да. Сами, это еще один за 50, или что? Да, да. Все, да. Очень круто. Прикольно, да? Какие-то, да? Два-то? Два-то, да. Два-то, да, но два-танкера. Да, два-танкера. Два-танкера. Да, два-танкера. Но у нас, конечно, тачка крутится. У нас. Ух ты что. Мы смотрим на Трабан как на какой-то, знаешь, что-то не на автомобиль. Что это? Сталь, а там хлопок. А что мы льем? Что более говяное? А давай посмотрим, что сколько стоит. Так, тут литр стоит евро. Нет, подожди. Евро 36. Евро 36. Вешаем. Так, а этот? Евро 84. Нет, 30, подожди. 38. Да. Что, экономим 2 сента на литр? Нам нужен бензин, как это не парадоксальный, говорю, по говяней. А, да, тогда берем этот. Ну вот все. Как это не парадоксальный, нам чем хуже, тем лучше. Вот это странно. Назначено. Как бы, ну это факт. Льем с. Да. Короче. Сколько заливаем? Не знаю. Нам сейчас до мастерской ехать километров, наверное, 60-70. Примерно. Ну давай литры в 30 бахнем. Да. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Значит, вот это вот удивительная вещь, Russian engineering, отворачиваешь, это выключатель массы. Отвернул, и аккумулятор у тебя отключен. Супер. Да. Супер. Только на смоке такое. Только наше, да. Далее, смотри, там есть кран на масляный радиатор. То есть в зимнее время... Еще раз, где кран? Вон, видишь, кран. Видишь? Да, на масляный радиатор двигателя. Значит, там в зимнее время закрываешь, а где-нибудь в Казахстане, если поедешь, можно открыть. Ты думаешь? Нет. Далее, фильтр. Фильтр не имеет сменных элементов. Там масло. Да, да, да. Сливаешь, промываешь, наливаешь нового масла. В принципе... Все, все. Ура. Можем ехать обратно у Берлин. Можем. Единственное, что... Да, ты же хотел... Да, я очень хотел... Не зря мы сегодня с тобой утром начали смотреть эти автомобили. ЕМВ. ЕМВ, да. Но 149 тысяч евро, это очень дорого. Это были евро или фунты? Евро, да. В фунтах она стоила 132. 132 в фунтах, да. Да, да. А 149 тысяч, да, фигня. Это очень дорого. Но, тем не менее, давай все-таки... Сегодня что у нас, выходной? Вряд ли ты завтра ее заберешь, то что тоже. Ну, окей. Давай завтра попробуем посвяти день, чтобы найти, хотя бы примерно прикинуть и скалькулировать все-таки вот этот вот замечательный BMW, вернее, ЕМВ, да. Собранная, так сказать, под покровительством маршала Жукова. То есть это советский BMW. Давайте. Очень бы хотелось прицениться ко всей этой истории. Можно? Можно, запросто. Завтра мы этой историей займемся. Так что, друзья, что я могу сказать? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Барышни, Анна Александровна, комцумир, вернее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Отдали Волгарию в мастерскую, значит, я думаю, что, ну, здесь, ну, фигня. Ну, фигня, цилиндр поменять это несложно. А что еще нужно сделать, чтобы пройти немецкое ТО? Больше ничего. В общем, приведем в Волгарию. Ну, это уже будет заниматься. Значит, Рустам, в состоянии, после которого он пройдет ТО, как олтаймер, на территории Германии, осуществится процесс таможенной очистки и на Дойчланд, на Мирахен. Встречать Кузьмина, понимаешь? Да, да, да. Трек, увези меня. Да, Семь Мариевна. Когда, кстати, выступает в Берлине? Через полтора месяца, ну, с 21 по 28 тур. Слушай, ну, в феврале. Железный допуск по времени, чтобы все делать. Друзья, всем мир и добра удачи. Посмотрим, что будет завтра. Попробуем найти или хотя бы прицениться в рамках рынка, что мы можем себе позволить, чтобы привезти в Россию. Автомобили марки ЕМВ, собранные на территории ГБР. Господи. ГБР, что я говорю? ГБР тоже. ГБР я как про недвижимость уже в России. ГБР, ГДР под покровительством маршала Жукова. Всем мира добра, удачи. До новых встреч. Пока. Пока.